Предупреждён, значит вооружён. Количество снежных осадков в этом году значительно больше нормы. Только в феврале показатель превысил 10%. А потому к сезону паводков ульяновские энергетики готовятся заранее. В частности, специалисты компании Т-Плюс контролируют безопасную работу плотины на реке Свияга. Сейчас основная задача – обеспечить надёжность пропуска талых вод, не допустить подтоплений. Данное гидротехническое сооружение уже много лет не используется в цикле, в технологическом цикле ульяновской ТЭЦ-1. Но, несмотря на это, мы поддерживаем данное сооружение в работоспособном состоянии, его безопасном, скажем так, с точки зрения и как гидротехнической, и с точки зрения микробиологии самой реки Свияги. Уже сейчас готов план обходов трубопроводов и строительных конструкций инженерных сетей в поймах рек Свияга и Сельдь. Не откладывая на потом, специалисты Т-Плюс до начала сезона половодья проверяют герметичность кабельных каналов, прочищают водоприёмные решётки, колодцы, ливнёвки, стойки промышленной канализации ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Стоит отметить, что контроль за содержанием гидротехнического сооружения не привязан к времени года. Ещё в прошлом году была проделана большая работа по ремонту плотины. Было проведено укрепление нижнего объекта, в том числе и проведены работы по укреплению берегов, как с одной, так и с другой стороны, что обеспечит, опять же, в период прохождения весеннего паводка безопасность данного мероприятия. Суммарно на ремонт потрачено больше 30 миллионов рублей. Любое взаимодействие с речной фауной – определённые убытки. Чтобы компенсировать ущерб в 2021 году, филиал ТЭПлюс выпустил в реку Волга больше 6 тысяч молодой стерляди.